Я читаю девятнадцатую главу из книги Судей Израилевых. В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на горе на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего, Вифлеем Иудейский, и была там четыре месяца. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его тесть его, отец молодой женщины, и пробыл он у него три дня. Они ели и пили и ночевали там. В четвертый день встали они рано, и он встал, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины и зятю своему, — Подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете. Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины человеку тому, — Останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое. Человек тот встал было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там. На пятый день встал он поутру, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины той, — Подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день. И ели оба они. И встал тот человек, чтобы идти, сам он, наложница его и слуга его. И сказал ему тесть его, отец молодой женщины, — Вот день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйста, вот дню скоро конец, ночуй здесь. Пусть повеселится сердце твое, завтра поранее встанете в путь ваш, и пойдешь в дом твой. Но муж не согласился ночевать, встал и пошел. И пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим, с ним пара навьюченных ослов, и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился. И сказал слуга господину своему, — Зайдем в этот город Иевусеев, и ночуем в нем. Господин его сказал ему, — Нет, не пойдем в город иноплеменников, который не из сынов Израилевых, но пойдем до Гивы. И сказал слуге своему, — Дойдем до одного из всех мест, и ночуем в Гиве или в Раме. И пошли, и шли, и закатилось солнце подли Гивы Вениаминовой. И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он, и сел на улице в городе, но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот идет один старик с работы своей с поля вечером. Он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы. Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал старик, — Куда идешь и откуда ты пришел? Он сказал ему, — Мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой, откуда я. Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для сего слуги есть у рабов твоих. Ни в чем нет недостатка. Старик сказал ему, — Будь спокоен, весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице. И ввел его в дом свой, и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои и ели и пили. Тогда, как они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома, — Выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его. Хозяин дома вышел к ним и сказал им, — Нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом мой, не делайте этого безумия. Вот у меня дочь девица и у него наложница, выведу я их, смирите их, и делайте с ними что вам угодно, а с человеком этим не делайте этого безумия. Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над ней всю ночь до утра. И отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина перед появлением зари, и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой, и вот наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. Он сказал ей, — Вставай, пойдем! Но ответа не было, потому что она умерла. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место. Пришедший в дом свой взял нож и взял наложницу свою, разрезал ее по членам ее на двенадцать частей, и послал во все пределы Израилевы. Всякий, видевши это, говорил, не бывало и не видно было подобного сему от дней исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня. Обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите. Продолжение следует...